Привет всем! Вы на канале ТОПАРМИЯ. Командование военно-морского флота хочет ускорить возвращение в строй авианесущего крейсера Адмирал Кузнецов. Почему этот корабль так необходим российскому военно-морскому флоту? Какие задачи и потенциально может решать размещаемое на нем авиакрыло? Вот уже несколько лет флагман военно-морского флота России авианесущий крейсер Адмирал Кузнецов находится в ремонте, и нельзя сделать никакого уверенного прогноза по поводу того, когда этот корабль сможет вернуться на боевую службу. Тем не менее, как сообщалось недавно, командование военно-морским флотом России хочет как можно скорее вернуть авианосец в строй. Главным вопросом в таком случае будет следующий. В каком состоянии будет и сам корабль, и его главное оружие – авиакрыло? То есть 100-й и 279-й авиаполки, которые должны базироваться на Кузнецове? Ответ не так очевиден. В таких случаях война обычно все расставляет по своим местам. И для Кузнецова ярким примером этому стал поход российского авианосца к берегам южной страны в 2016 году. Итоги южного похода, к сожалению, крайне неутешительны, и вспомнить о них более чем уместно. У берегов южной страны наши морские летчики выполнили 420 боевых вылетов. Об этом говорит статистика, обнародованная Министерством обороны. Но Минобороны не поясняло, сколько из этих вылетов было выполнено с палубы, а сколько с корабля. А это очень важный параметр, позволяющий понять, могут ли наши летчики работать вдали от берега. Помогли американцы, заявившие о 154 боевых вылетах с палубы. Конечно, источник тот еще, но в таких мелочах они стараются не врать. Известно, что первый боевой вылет наши самолеты с корабля сделали 15 ноября 2016 года, а крайне 5 декабря. В дальнейшем все боевые вылеты совершались с авиабазой Хэймим. Таким образом, среднесуточное количество вылетов с корабля составляло 7,7 боевых вылетов в сутки. Много это или мало? Это вдвое меньше, чем делали британцы на Флоклендах. С каждого из своих убогих, по-другому не скажешь, легких авианосцев на убогих же самолетах. ПС-9К выработал топливо в воздухе, дожидаясь ремонта аэрофинишера. Второй Су-33 упал в воду, оборвав трус при посадке. Почему все так получилось? По массе причин. Это и то, что среди старших офицеров флота нет специалистов по боевому применению авиации. Морская авиация для военно-морского флота – отдельный вагон. С другими воинскими званиями, командными структурами и карьерными перспективами. Для сравнения, у американцев летчик-полубник – это, по сути, летающий моряк, неотделимый от ВМС, с морским званием, таким же, как у плавсостава, и перспективами дорасти до адмиральского звания. Авианосцами у них командуют только бывшие летчики-полубной авиации, что создает полное взаимопонимание между летом и плавсоставом. Можно вспомнить и то, что изначально и корабли, и самолеты, и летчики Кузнецова не должны были выполнять ударные задачи. Они не для этого предназначены по самой концепции, ради которой создавался авианосец. И самолеты Су-33, и корабль пришлось переоборудовать, летчиков пришлось переучивать, но сделать это полностью не удалось. Список можно продолжать бесконечно, но важен конечный результат, и он весьма печален. При всех технических возможностях и корабля, и самолетов на нем, Минобороны не раскрывают, какие оргвыводы и действия предпринимаются для решения подобных проблем. Как утверждает ряд источников, по результатам похода были жесткие оргвыводы. Однако в дальнейшем ожидания того, что ситуация будет выправляться, оказались несколько преждевременными. Так, уже после того, как корабль встал на ремонт, прошла информация о ненадлежащем хранении корабельных самолетов на приобрежном аэродроме в Североморск-3, сопровождающейся фотографиями превратившихся в сугробы Мигов. О том, что оборудование тренировочных комплексов для этих самолетов в морской авиации даже не было распаковано. О недостаточном количестве летных часов на тренажере «Нитка», где проходит обучение пилотов взлетом и посадкам. Все это сопровождалось примерами того, как о своих палубных Мигах заботятся в МС Индии, а там крытые ангары, используемые на всю катушку тренажеры, десятки тысяч часов полетов с палубы. Минобороны Российской Федерации в последние годы не распространяла информацию о каких-либо значительных по масштабам учениях сотого и 279-го отдельных корабельных истребительных авиаполков морской авиации. Не о попытках имитировать оборону корабельной группы от удара авиации противника, не о попытках имитировать действия корабельной авиации по берегу нет никаких новостей. МиГ-29К может нести противокорабельные ракеты, но также ни разу не было никаких новостей о том, что эти самолеты хоть раз атаковали надводные учебные цели. И если впечатление, складывающееся при анализе открытой информации об отечественной корабельной авиации верно, то боеготовность авианосца в составе военно-морского флота России не будет даже после того, как ремонт Кузнецова действительно закончат. Даже если его закончат очень быстро. Просто потому, что к реальным боевым действиям не готовы его главное ударное оружие, авиагруппа. Ни летчики, ни самолеты. Их находят куда угодно, не должно никого обманывать. В случае даже ограниченного конфликта, угроза с воздуха со стороны любого противника будет ограничивать их действия. Решением проблемы является сочетание мощных систем корабельной ПВО на ракетных кораблях и истребительное прикрытие, которое на удаление в несколько сотен километров от берега может обеспечить только авианосец. С истребителями-перехватчиками. Никакие истребители с берега просто не успеют в нужном количестве. Кузнецов неудачный авианосец. Но на малый боевой радиус он способен отправить в один подъем 12-18 машин за 20-25 минут. И обеспечить непрерывные патрули в воздухе из двух или четырех самолетов. Тоже причем с запасом топлива для боя. Более того, только авианосец является решением проблемы авиаразведки на дальность более тактического радиуса самолетов с берега. И он же является решением проблемы целеуказания для кораблей с ракетным оружием. Соответствующим образом модернизированный и оборудованный корабельный истребитель может обнаружить корабли противника, передать эту информацию на корабли военно-морского флота Российской Федерации с теми же цирконами в пусковых установках. И они по этому целеуказанию нанесут удар. Можно абстрагироваться от большой войны и помыслить более реалистично. Представим, что в начале 2015 года южные Бармалеи оказались более расторопными, чем в реальности. И авиабаза Хеймим была бы недоступна для ВКС Российской Федерации. Как бы тогда Россия проводила бы свою операцию в этой стране? Ответом мог бы быть как раз Кузнецов. Если бы и корабль был исправен, и личный состав был бы обучен и экипирован должным образом, каким бы наш авианосец ни был, а такое же количество боевых вылетов, которые на первых порах выполнялись с авиабазы Хеймим, он бы обеспечивал. Сейчас в России анонсировано строительство двух универсальных десантных кораблей, а также усиление морской пехоты и придание ей некоторых экспедиционных возможностей. Но использование всех этих сил просто невозможно без истребительной авиации, а ее ближе нескольких тысяч километров может просто не быть, что разносильно ее отсутствию вообще, а значит опять нужен авианосец. Надо признать, что Кузнецов потенциально один из самых полезных для нашей страны кораблей, так что желание адмиралов понятно, им есть куда применить этот корабль. Но одного желания пока что мало, нужно еще учиться воевать должным образом, а с этим, скажем аккуратно, полной ясности нет. Авиация, которая должна с него действовать, по всей видимости, не готова к реальным боевым действиям, как и личный состав на палубе. И такая ситуация в корабельной палубной авиации еще и обесценивает очень дорогой корабль. Приведем простой пример. Невозможно подготовить летчика, который был бы одинаково способен выполнять и ударные задачи, и вести борьбу с самолетами противника. МиГ-29К позволяет выполнять и первое, и второе. Люди не позволяют. Соответственно, встает вопрос специализации. Одни авиачасти корабельной авиации должны стать штурмовыми или истребительно-бомбардировочными, другие остаться истребительными. Как должно происходить это разделение по полкам? Один истребитель, второй штурмовой или внутри полков между эскадрильями совмещать не получится. И южная страна это тоже показала. А базирование сотого и 279-го полков на аэродроме Североморск-3 оправдано это или нет? Это потенциальная прифортовая зона. Начнись война, и мы можем остаться без корабельной авиации в первый же ее час. А значит, и без авианосца со всеми вытекающими последствиями. Инфраструктуры для тренировок экипажей там нет. Она в Крыму и Ейске. Климат ужасен и мало подходит для корабельных самолетов. Может быть, стоит убрать авиакрыло Кузнецова для постоянного базирования в более безопасности. Потому что под вопросом эффективности его главного ударного инструмента двух авиационных полков. И прежде всего не техники, а людей летного состава. Мало кто знает, что для летчиков существуют допустимые перерывы в полетах. И они весьма короткие. Не более нескольких месяцев. Если перерыв больше этого срока, летчик теряет право подниматься в воздух самостоятельно. Ему нужна дополнительная подготовка. Кузнецов находится в ремонте годами. Полеты с него не осуществляются. Один тренажер Нитка, наземный имитатор палубной авианосца, в Крыму находится на капитальном ремонте. Другой в Ейске еще не достроен. Иначе говоря, вот уже очень долгое время. Летчики обеих палубных полков с палубы даже наземных не летают. Им надо заново учиться. Заново проходить курс боевой подготовки. В том числе получать допуски к применению оружия. Более того, тех, кто вообще имеет опыт полетов с палубы, в обоих палках осталось буквально несколько человек. По сути, в данный момент авиакрыло Кузнецова фактически отсутствует. Его надо воссоздать с нуля. И в лучшем идеальном случае это еще годы. И годы интенсивной боевой подготовки. И будет ли к концу этого срока адмирал Кузнецов еще в составе военно-морского флота? Вот это настоящий вопрос. Как утверждают некоторые источники, близкие к руководству военно-морского флота Россия, скорый генерал-майор Игорь Кожин покинет пост командующего морской авиации по услуге лет, а на его место придет другой человек. Будем надеяться, что после этого морской авиации военно-морского флота Российской Федерации начнутся необходимые изменения. А вместе с ними придет в нужную форму и единственный российский авианосец. В том числе и в оба его авиаполка. Будут приниматься меры по оздоровлению морской авиации. Будет толк от Кузнецова и как от боевого средства, и как от учебной платформы. С учетом нарастающей в мире напряженности этот корабль и самолеты очень скоро России понадобятся. А на этом все. Вы были на канале ТОП-Арми. Делитесь своим мнением в комментариях под видео. Ну а я с вами прощаюсь. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok